Привет, Джет, это Эрик Чен. Добро пожаловать в Inside Martial Arts. Привет. Мы здесь из-за захватывающего фильма «Бесстрашное открытие». В этом фильме очень заметен дух чести, мужества и искупления. Расскажи нам, как ты используешь Ушу, чтобы выразить свою личную жизнь и философию через героя Джа. И ты знаешь все, потому что ты хороший учитель. И ты знаешь, что боевые искусства – это часть моей жизни. Я научился всему из философии боевых искусств и на протяжении всего своего жизненного пути. И вот, наконец, я нахожу идеальную историю, основанную на настоящем мастере, но я воссоздал историю, чтобы рассказать о людях. О том, почему мне нужно изучать боевые искусства, как использовать боевые искусства, кто враг, вы знаете, за что мы боремся в жизни. Таким образом, я показываю все, во что я верю в боевые искусства. В боевых искусствах есть много уровней. Люди обычно смотрят боевики, которые они называют фильмами о боевых искусствах, ну или фильмами о кунг-фу. Но я верю в Ушу в Китае. Я говорю, что это мой последний фильм по Ушу, потому что значение Ушу состоит из двух слов. Когда это остановка, когда это война. Останови войну. Но во многих боевиках говорится о войне. Сражайся, сражайся, сражайся. Физическое применение, физическое, физические навыки применения насилия по отношению к другому человеку. Не так много людей говорят о том, чтобы остановиться. Но с другой стороны, я считаю, что у меня есть три уровня. Первый уровень это физический навык. Контакт, физическое избиение друг друга. Второй уровень это разговоры об использовании твоей чести, использовании твоей силы, использовании психики, обо всем, даже о том, что ты знаешь. О чем-то, о чем ты мог бы использовать, останови драку заранее. Третий уровень это использовать свое сострадание, любовь, честность, делиться, отдавать своему врагу, изменять своего врага, становиться своим другом. Эти три уровня, обычно мы говорим только о боевом искусстве первого уровня. Весь боевик должен быть посвящен физической части, тогда они не говорят о двух других частях. Я действительно пытался сделать это в последних двух-трех фильмах, герои развязанной до этого. Этот лучше, потому что в нем у меня есть место, чтобы поговорить о том, как провести время, поговорить о жизненном пути настоящего мастера боевых искусств. Пока он не поймет, что нужно говорить обо всей идее боевого искусства, и я действительно верю. Вот почему я говорю, что это мой последний фильм по ушу. Я буду продолжать сниматься в кино, но в нем будет какое-то действие. Какой-то полицейский сражается с мафией. Просто физический контакт. Я никогда не знаю наверняка. Серьезно, я спрашиваю всех великих хореографов боевых искусств с режиссерами, скажите, этот удар, это китайский удар или японский удар? Торт, корейский торт или американский торт? Никто не понял, потому что он просто слишком вооружен, чтобы сделать физическое движение. В них нет никакого смысла. Помогай только персонажу полицейскому, где плохие парни избивают друг друга. История, если говорить о настоящих китайских боевых искусствах, то у них гораздо более глубокая и широкая философия. Внешнее, внутреннее, включающее в себя все, очень многое. Я думаю, что я старался. Я перепробовал все, что могу сказать в фильме, и после этого мне нечего сказать. Но физическими упражнениями я все равно буду заниматься в будущем. Это очень полное образование для любителей боевых искусств. Я думаю, я надеюсь, я хочу снятый фильм. А я думаю, что прямо сейчас в театре 1 час 53 минуты. Позже у тебя будет режиссерская съемка. У меня есть еще 30 минут, потому что это более подробное описание того, почему человек учит и изучает боевые искусства. Это доля. Я не могу видеть преподавание. Я могу только сказать, что это мое убеждение, которым я хочу поделиться со всеми. Потому что я не хочу, чтобы подростки или юная аудитория, знаете ли, смотрели боевик, где боевые искусства изучают только физически, говорят, «О, будь жестким, избей кого-нибудь, избей кого-нибудь». Это единственный способ, единственным сообщением можно было поделиться. Нам нужно знать боевое искусство сами. Это нехорошо. Мы не злые. На самом деле все зависит от того, кто использовал, кто изучает боевые искусства, как их использовать. Если ты используешь их правильно, ты можешь помочь многим людям. Неправильный путь, ты совершил большую ошибку. Так что это то, чем я хочу поделиться с людьми, и я думаю, а также со многими людьми в моей карьере, и многие люди спрашивают, где находится Уху. А где же кунг-фу? Где ты знаешь разные виды форм? Я стараюсь дать им ответ в фильме. Я думаю, более длинный регион, где находится кунг-фу. Кунг-фу в китайском фильме пришло время. Когда китайская культура — это время, ты тратишь много времени на то, чтобы делать что-то одно, тогда у тебя есть кунг-фу. Многие люди спрашивают, действительно ли китайский лучше корейского или лучше японского. Ты знаешь, есть много разных видов тайцзи. Которые лучше шаолиньских, ты знаешь разные вопросы. Я даю ответ и говорю, что сами по себе они просто материальны. Это действительно зависит от того, кто этому учится. Они нейтральны. Да, может быть, некоторые американцы изучают тайцзи лучше, чем китайцы. Кто знает материал, просто ты знаешь правила, и кто учится контролировать себя, тот и есть человек. Кроме того, я всегда в своей жизни считал, что самый большой враг — это мы сами. Нам нужно бороться. Мы изучаем специальное профессиональное боевое искусство. В прошлом каждый получал много травм. Тебе нужно сразиться с ними. Преодолеет. Каждый день тебе нужно работать, продолжая показывать себя. Силу. Силу и делай все, что в твоих силах. Вот что я думаю, по-настоящему значит бесстрашный сегодняшний день от Jellis Head. Это делать все, что в твоих силах каждый день. Вот и все. И пусть точка поставится. Ты не можешь контролировать, отпусти их, позволь им прийти. Это не имеет значения. Делай все, что в твоих силах, каждый день на ежедневных тренировках, работе, во всем. Этого достаточно. Это воспитывает бесстрашие. Я думаю, вот и все. Потому что у тебя нет надежды. У тебя слишком много надежд. У тебя слишком много целей, которых нужно достичь. Теперь у тебя есть страдания, когда ты хочешь большего. Тогда у меня есть страх. Верно. Такой бесстрашный и в то же время развязанный, это преодоление невзгод. И я думаю, что в развязанном у него была отличная актерская роль рядом с Морганом Фриманом и Бобом Хоскинсом. Это то будущее, которого мы можем ожидать от Джетли? Нет, нет. Истинный смысл этого фильма, которым я тоже хочу поделиться с людьми. Говорит о том, что Вайлетт не единственное решение. Мы фокусируемся только на физической части. Посмотри на персонажа в игре. Поначалу он крутой. Он может избить 20 человек за несколько секунд. Но психически он слаб. У него нет таких чувств, как у друга, семьи, любви и сострадания. У него его нет. Так что Морган Фриман с помощью музыки вернул его к нормальному человеческому облику. Вот что я хочу сказать. Если ты сосредоточишься только на физическом, научишься какой-то странной силе, странному движению, но ты этого не сделаешь, ты не знаешь, что потерпишь неудачу. Ты не знаешь, как разделить свою жизнь, тогда ты совсем как животное. Ты же знаешь, что у животных много сил. Они могут укусить кого угодно, ты знаешь эту физическую часть. Разница между человеком и животным в том, что это просто человек, знающий, как поделиться своими чувствами с другом, семьей, на тебе лежит ответственность перед миром. Ты работал с очень выдающимися режиссерами, такими как Жан Имур, Ронни Ю, Люк Пассан, Луи Латьёк, Кориган. Есть ли стилизованная разница между американскими, французскими и гонконгскими режиссерами? Я думаю, что у всех режиссеров, кинорежиссеров в мире есть свои разные стили. Это зависит от обстоятельств. Нельзя сказать, что американский лучше французского и китайского. Я думаю, что у меня другая индивидуальность. Другая индивидуальность. Они хотят сказать свое. История под другим углом. Под другим углом посмотреть на боевые искусства можно было через боевые искусства, рассказывающие свою собственную историю. Верно. Иногда то, что показывают боевые искусства в фильмах, просто материально помогает сюжету, помогает персонажу закончить историю каждого режиссера в своей голове. Я думаю, это потому, что в фильме нет демонстрации кунг-фу в кинобизнесе. В первые 30 лет я потратил много времени в самом начале, пытаясь через фильм продвигать боевые искусства в мире. Затем последние несколько лет я думаю, что недостаточно хорошо, если вы делитесь только формами боевых искусств. Ты не поделился смыслом боевых искусств. Этого недостаточно. Ты не просто изучил физическую часть, ты забыл, как управлять этой частью. И именно поэтому в прошлом я снял несколько фильмов, чтобы постоянно говорить об истинном значении внутреннего покоя. Все боевое искусство состоит в том, чтобы перестать сражаться. Это и есть мир. Спасибо тебе. Это отличное послание. Спасибо тебе. Большое тебе спасибо. Большое тебе спасибо.